Здравствуйте, уважаемые зрители! Это программа «Крупным планом». Меня зовут Инесса Буланкова. И сегодня нам удалось встретиться с восходящей звездой мировой оперной сцены. Она яркая и самобытная певица. Лауреат Международного конкурса молодых оперных певцов «Опера без границ». Приглашенная звезда Мариинского театра. Наталья Павлова у нас в гостях. Наталья, здравствуйте и большое спасибо за эту встречу. Здравствуйте. Читая о вас, я прекрасно понимаю, что у вас бесконечное передвижение. Непонятно пока, на какие города конкретно вы живете, да? Но покоряя столицу за столицей, вы ведь все равно возвращаетесь в Петербург. Что для вас этот город и чем он стал за все это время пребывания здесь? В Петербурге я живу пять лет, переехала из Москвы. И в Москве, конечно, гораздо больше суеты, сутылоки, людей. Ну, я беру Невский проспект, конечно, да? А в Петербурге он какой-то сказочный. Он весь, что ли, книжный. Вот он какой-то совсем другой. Здесь люди, по-моему, другие. И мне здесь спокойнее. Вот Петербург для меня это как прибежище, что ли. Мне хочется сюда возвращаться на выдохнуть и снова полететь. Здесь у меня прекрасный концертмейстер, который учит меня, занимается со мной, отдаёт мне. Это мой первый театр, Мариинский театр. Это первый театр, который меня принял пять лет назад и дал мне всё. Я не могу сказать, что для меня Петербург конкретно, но мне хочется его и холода, и тепла, и какой-то статики. Он невозможно спеть ту же самую Татьяну, не ощутив вот этого петербургского холода, например. Или вот стати этих дворцов. Здесь русский дух, здесь Руси пахнет. Вот все цари, книги, истории, всё здесь. И для того, чтобы быть представителем и русской культуры там, ты обязательно должен напитаться Петербургом. Ну, это моё мнение, и мне это очень помогает. В одном из своих интервью ваша коллега Анна Нетребко сказала о Мариинском театре следующее. Эти стены буквально сделали из меня бойца, то есть они меня сформировали. Настолько ли непростой этот театр, удалось ли на себе это ощутить, да? И приходилось ли там, образно говоря, выживать? Да. После Мариинского театра не страшно ничего. Я могу сказать так. Я очень рада, что у меня буквально через два года моей оперной карьеры в Мариинском театре, опять же, началась европейская, не европейская, а международная карьера. Первый контракт мой был в Соединённых Штатах. И потом только европейский контракт первый. После того, когда ты поёшь в месяц четыре премьеры на разных языках, разных композиторов, и никого абсолютно не волнует, в каком состоянии ты находишься, я помню, что я работала круглосуточно. Вот я учила всегда. То есть я спала каких-то там несколько часов, а дальше я занималась. И абсолютно десять человек на партию, если это премьера. Вот. И я обычно первой никогда не кусаюсь. Ну, то есть у меня не наработан такой инстинкт всех перегрызть, но я никогда себе не дам в обиду, если на меня нападают. То есть я либо ухожу, либо спокойно отвечаю. То есть я ни с кем никогда не скандалю. Вот. Но это, конечно, даёт невероятную школу. Выживание именно. И я рада, что у меня появилась возможность уехать, работать именно в контрактной системе, когда заранее с тобой подписывают контракт. За года два, то есть сейчас у меня до 22-го года уже прописаны контракты. И я знаю, что мне нужно, что выучить, с какими коучами позаниматься. Я знаю, что мне будет 12 или там 8 или 5 спектаклей вот именно моих. И я отвечаю только за себя. И я их спою, если я не умру, конечно. То есть всё остальное тебя принимают, и ты этот контракт отрабатываешь. Если ты отработала его хорошо, тебя зовут снова. Если ты отработал не очень хорошо, тебе так же улыбаются, но снова не позовут. Вот. И поэтому там эта система, конечно, совсем иная. Но я очень благодарна Мариинскому театру за вот эту школу, что ты можешь петь верх ногами, выучить за ночь партию, что ты всегда из огня в полымя, и никому не интересно твоё самочувствие. Ты просто именно выживаешь. Но я также прочитала, что вам это нравится. Как раз вот весь этот модерн и вся вот эта свобода движений на сцене. Вы только за это, да? Да, я за то, чтобы не было статики. Я считаю, что это, конечно, уже из живой себя абсолютно. Если ты работаешь с филармонией, безусловно, ты должен уметь стоя красиво петь, не вихляясь, как это у нас говорится. А при этом в спектакле никого не интересует, высокую ноту у тебя или вообще что. В общем, если ты взрослая женщина, должно быть всем видно, что ты взрослая. Если ты маленькая девочка, должна быть маленькая девочка. Если тебе надо кувыркаться, ты должен кувыркаться и петь. То есть ты должен уметь всё, потому что ты актёр в первую очередь, а голос, он передаёт твоё душевное состояние. На мой взгляд, как бы, конечно, вокал — это главное, потому что мы пришли в оперный театр, тебе должно быть слышно и слышно хорошо, и ты должен хорошо петь. Но это не должно зрителю ассоциировать тебя с героем. И в первую очередь он пришёл принять душой, на мой взгляд. Чтобы уйти не оглаушенным от звука, а именно наполненным в целом и образом, и историей от начала до конца. Ты это можешь ему дать только зрителю, только при своей какой-то свободе. Ну хорошо, у вас очень обширная, богатая география выступлений. То есть если мы посмотрим, это от Штатов до Северной Кореи, через всю Европу. И, безусловно, вы уже работали с огромным количеством мировых именитых дирижеров. Правильно я понимаю, что всего этого могло бы не быть, если бы 10 лет назад не случилась вот этой судьбоносной встречи, не случилось человека, который в буквальном смысле помог вашему становлению как артисту? Да, безусловно, как вокалиста. Рафаэль Владимирович Серикян, он мой первый и единственный педагог по вокалу. И остальные все были дальше, это коучи, пианисты, они все тебя поддерживают, растят. Но показал мне этот путь и возможность моего пребывания на сцене именно как вокалистки, именно этот человек, да, безусловно. Как произошла эта встреча? Я знаю, что тоже удивительная история. Да, забавно. Мы записывали моему другу, я училась на дирижерском отделении, и мы ему, такому же сокурснику, записывали фольк-оперу. Я пела колыбельную, и меня слушал в рубке вокалист. И после записи он вышел и говорит, почему ты не занимаешься вокалом, у тебя такой чудесный тембр, тебе нужно заниматься. Я говорю, я да не знаю с кем, и это страшно, потому что голос такой инструмент, который нужно беречь, и каким-то образом все время его поддерживать в форме. Я не знаю, кому его доверить. Мы с ним идем об этом разговариваем, он говорит, есть такой замечательный педагог, Рафаил Владимирович Серикян в Москве. Вот я с ним занимаюсь, вот с ним занимались такие люди, как, и перечисляют много известных фамилий. Идем мы по Арбату, и навстречу мне идет мужчина, в белом биджачке, как будто из другого века, в шляпке. А я родом из Казани, у нас очень много таких смуглых людей. Я была уверена, что это какой-то знакомый, не знаю, моего дедушки из Казани. Он улыбается мне, и я улыбаюсь ему. Ну вот, и мы, Игорь продолжает идти про него рассказывать мне, а мы продолжаем приближаться с ним. У Игоря не очень хорошее зрение, он смотрит только на меня, и вот на расстоянии вытянутой руки мы оба подпрыгнули, потому что поняли в голове, прокручивая, откуда мы могли друг друга знать, что мы друг друга вообще-то не знаем, что мы обознались. И тут Игорь поднимает глаза и говорит, ой, Рафаил Владимирович, а Наташа я как раз про вас рассказываю. А можно она к вам придет и споет? Он говорит, конечно, пускай приходит. Было начало лета, у него все разъехались, кто на контракты, кто в отпуска. И это было чудесно, потому что обычно он занимался с 10 утра до 10 вечера, у него не было свободного времени. Люди приходили, по 2 часа сидели, чтобы выкрыть хотя бы 10 минут распеции и понять, как это он лечил голоса. И вот он с первого дня распел мне до мебемоли третьей октавы, сказал, что голос у меня есть, но спит, если работать будешь, петь будешь. И, в общем, я сначала год, месяца, наверное, два так позанималась шаляй-валяй. И потом с утра в 10.30 у меня был урок, и передо мной тенор поет. Ну, поет себе тенор и поет, ну, обыкновенно. Приехал специально из Украины для того, чтобы узнал о нем по телевидению. Я прихожу через неделю в 10.30 утра и поет каруза просто. И я такая дверь открываю, не понимаю, что вообще тряслось. Поет тот же самый тенор, но только голосом каруза. А я занимаюсь раз в неделю. А он приехал на две недели и занимается каждое утро с 10. Я поняла, что мне нужно подождать неделю и забрать это время с 10, и заниматься каждый день. Я стала заниматься каждый день, и, в общем-то, дальше у меня не было вопросов, чем мне заниматься в жизни. Правильно ли я понимаю, что он был не просто педагогом для вас, а своеобразным ментором? Думаю, что да. Что он как-то всегда предчувствовал, что нужно, что не нужно. Он нас, конечно, поддерживал во всем. И мы занимались у него дома, у него стоял такой рояль. Он нам варил кофе. Если ты приходил к нему перед какой-нибудь репетицией оркестровой важной, или переходил перед концертом. Я помню свой первый вокальный концерт с оркестром. Это была ария Виолетта, ну, в общем, это сложная ария. И он меня распел, приготовил мне кофе, сварил в турке, приготовил мне медиум прожарки говядину. Сказал, что это все, что тебе нужно. Тебе до 7 вечера будет достаточно. Благословил меня и отправил с миром. Вот уже где-то в последний год его жизни, я не могу сказать, что от этого усилилось внимание. Просто он был такой какой-то космонавт. Он все время находился между небом и землей. Он всегда чутко слышал голос. Все проблемы шероховатости или наоборот рост. И мог не слышать, что люди говорят между собой. Ему это было неинтересно. Он много читал, и он находился в каком-то вот изоляционном своем мире. Но и он часто видел сны, которые имели продолжение в жизни. И вот один сон буквально в последний год своей жизни, я к нему прихожу на урок. Он так на меня смотрит и говорит, а я видела тебя сегодня во сне. Говорит, нет, слышал. Я захожу в огромный такой храм, и с неба звучит голос божественной красоты. Я говорю, кто это поет? А он был такой любитель голосов. Он говорит, твоя Павлова поет. Он говорит, как? Она так поет? Он говорит, да. Она вот так вот будет скоро петь. Он говорит, ее услышит весь мир. Ее услышит весь мир. И вот буквально меньше, чем через полгода он скончался. И мне в это же время пришло приглашение в Мариинский театр. То есть он его не застал. Он не застал меня ни разу на сцене, ни Мариинки, ни где-то. Но он был всегда уверен. Я совсем недавно прочитала такую мысль. Она проста, ненавязчива, но интересна. Музыкант — это соединение музыки и медицины. Считаете ли вы, что на сегодняшний день как раз оперная сцена, возможно, и является одним из главных мест врачевания душ, учитывая все многообразие музыкальное, которое на нас буквально льется отовсюду? Да. Я считаю, что это именно то, что может раскрыть, одарить, но также изобрать. Это такое место, знаете, как мы вот с вами сейчас разговариваем, и у нас диалог есть. А также как со всеми людьми. И также вот ты приходишь на спектакль, и иногда ты поешь и понимаешь, что ты именно отдаешь. Или сидишь в зале и понимаешь, что на тебя просто вот снисходит какая-то благодать, откровение, не знаю, что это, невозможно объяснить. Ты сидишь, у тебя мурашки по рукам, по затылок холодеет, и слезы текут. Вот это невозможно остановить или каким-то образом себе спровоцировать. Это возможно только от искусства, и которые вот на настоящее сейчас. И у тебя огромное количество воспоминаний или ощущений в этот момент. Но в то же время бывает, что ты как раз на это настраиваешься, и приходишь, а у тебя забирает. Это зависит от исполнителя очень часто. Для чего исполнитель вышел на сцену. То есть что он несет, что он несет в этой опере, что он хочет сказать, что он хочет дать. Какое энергетическое наполнение у самого певца, актера, исполнителя. То есть мне кажется, это очень немаловажно, любовь к людям и к публике. Именно открытость. Моя главная задача как певца, я каждый раз прошу помощи сверху, чтобы каждый человек в зале ушел с непустым сердцем. Я не знаю, что это в человеке откроет. Воспоминания, наоборот, стремление что-то сделать. Благодарность за прошедшее. Счастливое и настоящее. Что угодно. Но чтобы он ушел с наполненным сердцем. Чтобы мне позволили быть на сцене максимально свободной, открытой и настоящей. Именно настоящей. Чтобы люди, которые сидят в зале, также смогли открыться. Не обязательно мне, соседу, себе. Сказать себе какую-то правду. И за что-то поблагодарить жизнь себя или окружающих. Чтобы случился вот этот вот какой-то сиюмоментный катарсис. Я считаю, что это самое главное, для чего мы приходим в театр или на концерт. Наталья, а вы верите вообще на сегодняшний день, что все, что с человеком случается, оно предначертано свыше? Или вы из того лагеря людей, которые считают, что человек кузнец своего счастья. И вот ровно столько таланта и труда, сколько он будет вкладывать в свое дело, такой же волной оно придет обратно. А я отношусь и к тем и другим. Я считаю, что нам всегда дают шанс свыше, а в наших руках воспользоваться этим шансом или нет. И мне кажется, ничего не испортить. Вот это еще самое главное. Да, ничего не испортить. То есть нам всегда дают шанс. Если мы им не воспользовались, происходит, знаете, как... Ну это мое ощущение. Так вот по спирали. То есть если ты не воспользовалась вот на этом уровне, этой спирали, здесь этим шансом, то тебе нужно ждать целый круг. На штрафной идешь. Как штрафной, да. И ты должен не просесть за этот круг, а вырасти. Я не могу вас также не спросить. Очень мало информации по поводу вашей семьи. А мне правда интересно, кто ваши родители и какой была атмосфера в вашей семье, где родился, собственно, вот такой маленький артист. Моя семья... Я родилась в Казани. Мои родители оба географы-экономисты. В общем-то они не музыканты. Папа страшно любил музыку. Я думаю, что у него был абсолютный слух. Но так как его не отдали заниматься, у него не было координации слуха с голосом. И он очень любил петь и пел страшно фальшиво. Вот. Моя мама, ей пророчили большое будущее как пианистки. Вот. Но тогда было в советское время, и никто не... Не было такой веры, как... У нее не хватило силы отстоять себя, а у родителей, у ее не было веры, что из нее что-то получится такое более экстраординарное, чем обыкновенный пианист в детском саду, как ей пророчили. А у нее было, в общем, я помню, что вот еще даже несколько лет назад, у нее есть такая очень хорошая особенность, которая есть не у каждого музыканта, я имею в виду пианиста. Она, прозанимавшись музыкой 4 или 5 лет, во-первых, она играла очень хорошо, у нее, видимо, врожденная какая-то техника. Вот. Но она еще вперед на много тактов читает с листа. Это... Этому нас учили в училище, консерватории, и меня лично вот до конца не научили. То есть я умею читать с листа, но так как она... Не умею, а она 5 лет занималась музыкой. В общем, и они с нами скорее дружили. То есть у нас не было такого палочного режима, и они нам предлагали. Все воспитание было по предложению, то есть а не хочешь ли ты? На всякий случай, ну, если родители хотят, ты идешь и делаешь. А потом тебе раз и нравится, а если не нравится, не продолжаешь. И вот они все время нам предлагали. Потом, конечно, я им стала предлагать. То есть я занималась бальными танцами, переросла своего партнера по бальным танцам. Раз, у меня все друзья пошли заниматься каратэ. Ну, и я пошла заниматься каратэ. Моя мама плакала горючими слезами в тот момент, когда я на кулаках отжималась по 50 раз. Ну, представляете, девочка-пианистка, в драм-кружке играет. Только что, значит, выигрывала конкурсы по бальным танцам, соревнования. И тут раз, ну, ладно, не бальные танцы, так, в общем, ничего страшного, пойду на каратэ. Это тоже шпагат. В общем, и они плакали. Мама плакала, папа со мной разговаривал. Но я продолжала два раза в неделю ходить на каратэ. Никто мне не запрещал. Вот. И через год я сдала на желтый поезд, то есть пошла сдавать на белый, сдала на желтый, думаю, ну, собственно, и что? Ну, то есть я должна буду дальше вот так же, какая перспектива? То есть я потеряла всяческий интерес и просто перестала. То есть они промучились с этим год, но не запретили. В общем, вот так. И у нас была очень всегда поющая семья в плане, мама любила сесть за инструмент, открыть какие-то ноты с романцами, например, и что-то играть и петь. Или, например, мы на каждый раз на Новый год что-то, она играла какие-то романсы или песни детские, например, и мы их пели. Три белых коня или еще что-то такое. Каким был самый яркий момент в детстве? А если яркий, это один момент, а если поучительный, это другой момент. Я даже... Яркие, скорее, в детстве ощущения, запахи. Я вот, например, возвращаюсь в Казань, я помню запахи, я помню все запахами. У нас была дача, и я вот, например, играю сейчас Татьяну, четко вспоминаю, все ее... Не все, вру, ставят часто Татьяну, я имею в виду Евгения Негини, как такую кисейную барышню, которая никогда, в общем-то, не побежит, не заиграется. Вот она вот вся какая-то в лирике. Мне так это помогает в ее воплощении, свое ощущение. Я страшно была хулиганистая. Я лазила через заборы, я прыгала с тарзанок в Волгу, в общем-то, дружила только с мальчиками. При этом мне нужно было мое уединение, мое личное время, и я тогда читала Есенина, Блока, Ахматова, Цветаеву. И мне нужно было это время в гамаке, натянутом между двух перез, для какого-то собственного перевоплощения, для ощущения себя счастливой или, наоборот, несчастной. Что хотел сказать автор, что вот это вот за подтекст здесь, ты его перечитываешь, ты знала огромное количество стихов. И потом уходишь, тебя отправляют за молоком в деревню, а ты идешь через березовую рощу по длинному пути. И в этот момент ты все, о чем ты прочитал, ты мечтаешь, потому что в твоей жизни это еще произойти не могло, потому что там тебе 11 лет, 12. И вот, наверное, все, что связано с волей, с водой, с этими березами, с запахами родных мест, может быть, поэтому я сейчас воспринимаю все города по запахам. То есть каждый город для меня пахнет собой, то есть я возвращаюсь к какому-то вот своему запаху. А если поучительным? А поучительным, когда я уже училась в училище, как пианистка и как дирижер. И что-то мы с папой разговаривали с моим по поводу интерпретации, по поводу того, как я должна показать. В общем, очень много техники. Я ему доносила какую-то речь, значит, именно касаемую техники, фразировки и так далее. Он мне смотрел долго и долго. Он говорит, ты знаешь, самое главное, о чем ты должна помнить, что будь то дирижер, будь то вокалист, будь то пианист, это провод между телевизором и розеткой. Телевизор показывает конечный результат. Розетка — это вот когда дано композитору оттуда, композитор это написал. А ты проводник. Ты должен быть работающим проводником, открытым, четким и очень направленным. И ты должна знать свою перспективу. Если ты от начала до конца знаешь эту перспективу, ты донесешь это видео на экран. Если что-то где-то барахлит, никто до конца не поймет, какая должна была быть картинка. Ты должна всегда это помнить, что именно ты проводник. Не забывать, и это и дар, и ответственность очень большая. В общем, это, конечно... Среди всей этой огромной концертной деятельности, где это место семьи, вашей семьи сегодня? Здесь, в Петербурге. Я на самом деле не уверена, что оно будет здесь всегда. И вообще я перелетная птица такая. Мне хорошо везде. Мне вот прям совсем везде хорошо. И на Камчатке, и в Ницце, и в Берлине, и в Штатах. Везде есть что-то такое классное, чего нет нигде. Люди разные, но они тоже каждый по-своему. У меня ощущение, что у меня дом везде. О чём мечтает перелётная птица? О счастье. Так а что для вас счастье? Мечтается о счастье. О счастье — это здоровье близких и моё здоровье. И, конечно же, достижение максимальных творческих целей и самых запредельных. Хочется, чтобы эта страсть внутренняя, моя, она не угасала. Чтобы она также приносила мне это счастье. Счастье общения и дарения того, что я умею. И, безусловно, каждодневного роста. То есть ты ежедневно над собой работаешь, чтобы суметь это подарить. И приятие, отдача — это ни с чем не сравнимо. И, конечно же, кто-то мечтает о Грэмми. Да, я не против Грэмми, конечно же. Я буду очень тоже за. Но не транслируя его так конкретно. Может быть, Грэмми, ещё что-то, ещё что-то. Я хочу очень долгий творческий путь. Вы знаете, Наталья, у меня за плечами, наверное, более сотни интервью уже с творческими людьми. И я у каждого замечаю эту особенность. Безусловно, у каждого есть сверхцель. То есть все здоровые амбиции и долгий творческий путь, он тоже к чему-то ведёт. И многие на нынешнем этапе приходят к тому, что вот эта популярность, эта слава, она просто необходимая, она бесспорно помогает в обычной жизни совместить искусство и добро. В вашей жизни есть место благотворительности? И вопрос, который мы задаём практически всем, кто сегодня должен заниматься благотворительностью? Все, у кого денег чуть больше, чем у того, у кого их нет. Потому что благотворительность, она же не является тем, что ты вот сейчас прям построишь медицинский центр. Или что-то такое глобальное. Вот сейчас у меня, скажем, денег больше, чем у человека, который там, не до его потерял мужа, остался с тремя детьми. Что я могу сделать? Я могу собрать посылку с вещами и отправить этой семье. Я могу это делать? Я могу и делаю. То есть, если едут из Мариинского театра, помогают детскому дому, собирают там, не знаю, памперсы, одежду, ещё что-то, я стараюсь это тоже делать. В общем, у меня нету какой-то конкретной цели пока, линии. Но, скажем, я скорее отзываюсь на то, что я вижу в соцсетях или ещё что-то. Я вижу, что нужна помощь. Я откликаюсь. За что больше всего в жизни вы благодарны Богу? За жизнь. За то, что я имею право и возможность просыпаться каждое утро и прожить ещё один день. И ещё один день. Строить планы, встречать людей, жить. За жизнь. Спасибо вам большое. С вами удивительно комфортно и приятно общаться. Спасибо большое. Вы какая-то светлая душа. Мне хочется, чтобы действительно ничего, абсолютно ни время, ни слава, это не испортили ни в коем случае, а наоборот только помогли сделать какие-то большие грандиозные дела. Спасибо. Надеюсь, что мы ещё не раз увидимся. Спасибо. Спасибо. Я с удовольствием. Субтитры сделал DimaTorzok